Так, у нас очередное занятие по чтению неогласованного текста на примере статей, разбора статей от Рава Ханана Парата к недельным разделам и Рава Адина Штензальца комментарием. Но мы сегодня начинаем новую статью Ханана Парата к Парашеву и Гаш, которая называется Меотам Кумах Шивотеха. Потрясающая статья, очень интересная. Ну хорошо, начинаем сейчас взять эту самую указку. Сейчас, да, да, все, я с тобой. Ну хорошо, все, Аня, ты можешь читать? Да, значит, Меотам Кумах Шивотеха. Это цитата из Тейлим, это что-то типа глубокие, очень глубокие замыслы твои. Правильно, сто процентов. Точно так же, я думаю, да. Окей. Так, Парашат Юсеф Вэ Ахив. Вэ Ахав. Вэ Ахав, да, Вэ Ахав. Так, Бнуя, Бануя или Бнуя? Да-да, Бнуя. Бнуя, Мишлушар и Вадим, Зелефаним Мизе. Значит, глава Юсифа, Айосиф и его братьев построена из как бы трех слоев, один перед другим. Да, надо заметить, что тоже слои, есть несколько синонимов на слово Равадим слои, но по-английски типа layers, да, не знаю, есть ли там еще. По-русски это слои, прослойки, не знаю, есть ли еще. Наявлите есть несколько. Вот есть ровод, сейчас вылетел из головы. Ну, рамот это как бы уровни, но Равадим, насколько я понимаю, это все-таки больше имеется в виду слои не как бы заложения геологическая порода, а имеется в виду Равадим в смысле слои как бы ментальные. И Зелефаним Зе, это значит одно перед другим, грубо говоря, они идут, ну, вообще-то слои должны быть один под другим, но они еще как бы здесь находятся один внутри другого, наверное, как бы такая идея. Окей? Ну, хорошо. Да. А шихва слегка я перебил, вот я вспомнил, у меня взлетела в голове шихва. Вот шихва, шихва, это мамаши слой, как по-русски геологический. И еще шихва, это бывает в школах тоже, типа поток, ну, вот что-то типа этого, да, или там в университете колледжа шихва. Вот шихва, это вот именно такое, а Равадим, я думаю, что я не ошибаюсь, это всегда-всегда типа ментально. Слыхайте, я перебил, у меня, я вспомнил это слово, да. Окей, возвращаюсь. Так. Брувет аришун, ахицуни, не фресат, наверное. Не фресат, да, не фресат. Не фресат. Лефанэйну, алила анушит. Не, энушит, энош, энош. Энушит, как это читается, ровид. Раваят. Раваят, насыщенный. Насыщенный. Раваят. Яцарим. Правильно. Аве метахим, да, метахим. Метахим. Алила ше. Подожди, метахим. Так, ну, первое, хорошо. Так, тут точка стоит. Значит, так. Равахим, бейнахим, просто дочитать. Венахим. Да, окей, замечательно. Правильно. Так, в первом слое. В внешнем, наверное. Перед нами как бы раскрывает... Расстилается, как скатерть. Расстилается, как скатерть, точно так. Расстилается сюжет, как бы насыщенный человеческими страстями. Правильно. Расстилается напряжением между братьями. Ну, да. То есть, всякая как бы активность между ними, вся эта драма. Но тут много интересных слов. Но хитсуни это известно. Есть пневме, есть хитсуни. Правильно. Вот. Нифрес, это интересно по-русски, по-моему, слово парус. Очень похоже на это. Парусица, вот что-то типа этого, да. Лафанена, понятно. Алила тоже. Алила очень хорошее слово. Алила это сюжет. Вот в фильмах, везде там спектаклях есть слово Алила. Ну, и отсюда тоже, например, Кровавый Завет. Это Алила Дам. Энушит, это понятно. От слова Энож. Вообще от первого, да, вот библейский персонаж Энож. По его имени называется Энушут. Энушут это человечество. Ну, и, соответственно, вот человеческое. Рывая тоже. Рывая, например, ну, то, что мне близко фотографии и так дальше. Обработка изображений. Это то, что на английском сатуризация называется. Ну, по-русски, на насыщенность цвета, это вот Рывая своим, например. Яцарим тоже очень важное слово, да, от слова Ецар, да. Вы знаете, два Ецара, мы все это тысячи раз говорили. Ну, вот Яцарим, да. Метах тоже, например, детективный вред, это Модхан. То, что вот так вот, да. Ну, и с другой стороны, например, напряжение электрическое. Метах Гавов, это высоковольтное напряжение. Окей, так что все слова просто, они совершенно суперинтересны. Окей, ну, хорошо, дальше. Ну да, то есть вот Пиюс в Ихуд, это антонимы Машбер в Ихуд. Ну, понятно. Значит, сюжет вот этот вот, который начинается с, как бы, поломки и... Ну, кризис, Машбер это вообще в современном урите, это кризис. Ну, кризис, ну, хорошо, кризис. Ну, поломки тоже. И оканчивается примирением и соединением. Да, Пиюс тоже очень важное слово в современном урите. Вообще все слова, они важные. Пиюс, Пиюс, это в современном, это компромисс. Лафаес, например, кого-то, есть от этого глагол, например, Лафаес. Что такое Лафаес? Лафаес, ну, вот не знаю, как точно по-русски это сказать в одно слово, это как бы сделать другого. А, замириться. Ну, то есть, ну, замириться, это больше Лашлим, а Лафаес, это именно прийти с ним, сделать с ним какой-то компромисс. Это называется его Лафаес. Окей? Поэтому слово Пиюс. Ну, поскольку у нас тут всякие мирные тенденции, 27 октября, вот это слово Пиюс, оно было очень, как бы, важно. Ну, и Худ тоже. Любая, как бы, организация, сообщество людей называется и Худ. Например, в Израиле есть несколько организаций, которые занимаются, как это называется, скорая помощь, да? Есть стандартный, то, чтобы классический, Маген Давид Адом. А, кроме того, сколько-то лет назад возникло, ну, если можно сказать, конкурирующий, называется Ихуда Ацала. Вот там тоже. Вот это вот слово Ихуд, оно очень важно. Есть всякие Ихудим, тоже есть всякие Ихудим, и очень похожее слово Игудим. Ихуд в Игуд. Игуд – это Агуда Ассоциация, а Ихуд – это Объединение. Вот, как бы, такие разницы, но, на самом деле, близкие слова. Окей? Так, значит… Экспонация, да. Хасифа, кстати, фотографии – это вот экспонирование, то, что по-русски называется. Окей. Значит, он как бы раскрывается, получается, Алида Иосифа через Иосифа в признании перед братьями. Его признание братьям, да. Его признание братьям. Да. Медбарер. Ки мэ Ахарэйх ма-сэй а-ахим, ницэвид яташэм, ашэр нефта, ед ма-сэхет, ая-рувим бэмагима, ла Ахиют эт бэйт-яков бешно-тараав. Ну да, теперь мы говорим о втором слое, где этот слой раскрывается, когда мы его увидим. Когда Иосиф раскрывается, признается братьям, выясняется, что позади действий братьев стоит рука Всевышнего, которая, получается, ведет вот эти все события, или позади этих событий. Масэхет и а-рувим, ну, а-рувим это события, а Масэхет типа маска, что ли, получается? Ну, смотри, Масэхет это, проще всего, Масэхет это трактат. То есть, например, называется Масэхет. Но с другой стороны, действительно, когда говорится даже в новостях, говорится Масэхет и дальше. То есть это не одиночное событие, а цепь события. А, цепочка событий. Цепочка событий, хотя, понятно, цепочки есть другое слово, шаршеры. Ну, вот здесь Масэхет это вот что-то общее, которое из каких-то разных кусков. Называется Масэхет, правильно? А, вот так вот. Значит, идет цепь событий, БМГМА, с целью, чтобы... Правильно, с целью, да. Оживить, как бы, дом Якова, в годы голода. Да, все, все совершенно правильно сказала. Вот очень хорошее слово, нефта. Невуд. Невуд это, ну, подскажи мне, маневрирование на местности, да? Вот есть Невудим, когда солдаты проходят курс молодого бойца, ну, и вообще подготовки. Там есть специальный курс, называется Невудим. Невудим, а именно... А, вот, ориентировка на местности. Ориентировка. О, да, вот здесь, вот, с другой стороны, здесь нефта, но, которая, значит, по-русски не сказать, навигировала, но которая определяла, прокладывала, не знаю, как, в общем, какое-то слово, которое связано с тем, что это определяет направление. А это называют слово Невуд. Окей. И с этой точки зрения Йосиф утешает, именно с этой точки зрения Йосиф утешает братьев и говорит ему. Так, точка зрения какая? Вот с этой вот, что, как бы, позади всего стоит... Ну, да, то есть он говорит, что вы, как бы, да, 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 вы не вредите, вручиньтесь, почему? Потому что, как бы, тут не так все просто. Вы-то думаете, что это просто вы меня там поненависти, а тут вообще немножко другой сценарий был. Окей, что он им говорит? Так. Ки лев михья шлахэни луким лев негэм. Правильно. Ибо ради, как бы, оживления, оживления послали, послал меня Бог перед вами. Так. Ну, вообще, михья, это еще, это даже не... Я думаю, оживление, это было ле ахия. Ле михья, это все-таки для пропитания. Да, ну-ка, да. Даже в современном иврите, например, человек просто, ну, немножко более высокий говорит, ну, например, один другой страх, типа, где ты рабочий, можно сказать, мата, аусе ле михья. Что ты делаешь, как бы, для пропитания? Да, ну, это, типа, слово парноса. Парноса такая немножко, ну, не слэр, но это пришлось, что там и идешь, опорнулся, и все то же самое. А вот михья, это это место, мирнус. В смысле, для проживания язв. Человек жил, как бы, ну, типа, для еды, что он имеет в виду, явно, как бы, еда запаса. Окей? Хорошо. Да? Ахме, ахорей, шней, ари вадзим, халелу, мистатер, аровет, ашлеши, амук, амук, амук. И за этими двумя слоями скрывается третий слой, который самый, самый глубокий. 100%. Ой, у меня что-то этот самый, потухли все масофем, что-то там, сейчас полсекунды, сейчас она живет обратно. Да, все, вышло обратно. Окей, да, я с тобой. Так. Зои, это ташем, альюна, амесу вэвит, это асибут, 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 я думаю. Сибут, акшам, ле, икшеме, ле, акшамет, ле, акшамет, атакнит, атакнит, ахутва, ахутва, утвета, аутве, аутве, ше, утвета, лефней, авраам, авіну, от, бибрит, бейнабитарин. Правильно. Так, значит, вот этот вот, как бы получается совет всевышнего. Да, совет, мысль, направление, план. Вот так вот лучше мысль, да, высшая мысль всевышнего или высокая мысль всевышнего, которая как бы окружает. Ну, это причина, да, это, смотри, сувэф, сувэфами сувэф, это причина следственной связи, которая является настоящей причиной. Астоящей причиной, причиной, а, вот так, причиной, причин, которая как бы воплотилась, лэкш, причиной, причиной осуществления. Осуществления, ну, воплощения осуществления. Воплощения, да. Хорошо, осуществление плана, плана установленного еще перед Авраамом, во время вот этого бритая бетурин. Да, я если что хочу сказать, вот интересно, два слова, они очень похожи, но немножко с отличным смыслом. Вот здесь у нас было невуд, правильно? Невуд, невуд, это 100% ориентировка на местности, да, ну, и не только на местности, вообще, не твита. А вот тут, похоже даже по звучанию, но пишется по-другому, да, утвита, утвита от слова твай, когда хотят говорить, хотят сказать, например, что это местность пересеченная, это говорят, твай, твай ашета харари, например, на горной местности, понимаешь? Вот твай-твай, или говорят, ну, вот, там, дорога или что-то проходит, почему? Там, а, маршрут проходит, говорят, эйзетвай, эйзетвай, твай-твай, это вот именно такое направление. В данном случае, вот утвита от слова слышишь, что она была, как бы, указана, определена, выложена и так дальше. Не знаю, ему надо подобрать какое-то более хорошее русское слово, да? Лифне Авраам. Так, Лифне Авраам Авину. От Брит Бен Абетурин. Во время, еще во время, значит, этого союза между рассеченными частями. Да, 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 да. Ну, да, 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 как бы, знай, 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 знай наверняка, это всегда, когда это повторяется, это усилие. Определенно, знай, определенно, что пришельцем будет потомство твое в земле, ну, чужой, получается, не их. Да. И Авадум, как бы, их поработят, и будут они страдать 400 лет. Авадум Варину, но это тоже, как бы, пель, я думаю, и их поработят, и будут мучить, дословно, да. Мучить там 400 лет. Да, 400 лет, да, но вот это вот, вот это вот, как бы, и твита, вот то, что эта фраза, она, как бы, проложила перед Авраамом и ее потопками, как бы, генеральный план, как это должно, как это все будет. То есть, какие будут пути этого осуществления, они зависят от того, как люди себя будут вести. Но то, что генеральный план был сказан Аврааму, все, отсюда никуда не деться. евреи должны были попасть в цель лидии. Окей. Так. Так. Хашихат, я думаю. Хашихат. Далут. Хашихат или Хашихат, не знаю, как правильно сказать. Хашихат или Хашихат, может быть, не знаю. Так. Хозерет. Вы не фрешат, наверное, не фрешат. Не фрешат. Не фрешат, я думаю. Не фрешат. Или не фрешат. Просто истолкованно, то ли, может быть, истолкованно, то ли... Не, не, раскрывается, распустирается. Как там было быть, что точно так же не фрешат. Как парус. Хорошо. Лифней Яков Альсав Иридату Ламисраэль. Ну да. Так. Значит, этот план, Тахмидзу Ашермы, который самый глубокий из всех замыслов, самый замысл. Лахофохат Бейт Израэль, как бы переворачивает, превращает. Ну, превратить, да, превратить. Семью, ну, в данном случае, семью, ну, как бы из Дома Израиля, из семейного клана в нечто большее. Народ. Прямо, все прямо в центре. Да, это именно, но по-русски это именно. Конкретно в методах этого мрака, как бы мрака Галута. Темноты Галута, да. Темноты Галута. А вот это вот Хозель, это как бы возвращает или как-то, что-то. Да. И расстилает, и который расстилается перед Яковым прямо на пороге. Ну да, потому что Якову-то тоже было так сказать, только хочу сказать о том, что было. Хождение. Хождение в Египет. Да, слово давка интересно. Оно очень, как бы, в современном иврите, например, начиная с детей, за то, что по-русски вот такое слово нарочно, да, когда ребенка спрашивают, ты нарочно это сделал и вообще, то есть вот как бы нарочно может быть бахована, правильно? А такое, ну, распространенное выражение народное, скажем, это давка. Когда кто-то говорит кому-то, зачем он тебе так сделал? Он говорит, у Асалия дзи давка. То есть он мне специально это сделал, нарочно. Не нужно случайно там сделал, да, он у Асалия дзи давка. Это вот давка, это очень частое слово. И поэтому здесь это тоже имеет какое-нибудь значение, что давка. Давка все-таки именно. Окей. Так. Аль-Тир-А. Мир-Да. Что скажу? Мир-Да. Мир-Да. Килы-Гой-Гадоль-Асимха-Шам. 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 Так, 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 да. Значит, не бойся как бы спуститься в Египет. Ну, да, уход в Египет. Уход в Египет. Килы-Гой-Гадоль-Асимха-Шам. Аня? Что-то не понял. Аня пропала, что ли? Что у нас с Аней? Аня, ты с нами? Нет? Я поставлю на паузу запись пока что. Ого, Аня пропала. Куда это? Ну, сейчас вернется. Арина, мы ждем. Секунду Аня появляется, как я думаю. Аня пропала пока что. Думаю, нечего-то с интернетом. Сейчас подождем. Она сейчас вернется, я надеюсь, обратно. Такая идея. Сейчас подождем. Так, все хорошо было вроде. Так, я здесь. А да, что-то ты куда-то пропал, на секунду. А я не знаю, куда-куда. Может быть, интернет как-то зависит. Не знаю. Да, но непонятно. Значит, вот так. Сейчас, секунду, сейчас включу снова запись, я остановил. Ага, хорошо. Аня, я, наверное, не остановил, а мы дальше идем. Ну, хорошо. Вот это садо. Ну, бог с ним, хорошо. Да. Так, значит, Всевышний говорит, Яков, перед тем, как он отправляется к Есиму в Египет, он идет посоветоваться со Всевышним, и тот ему говорит, что не бойся идти в Египет, ибо народом великим я, ну, как бы, Асимхану поставлю. Симеха, я думаю, да. Симеха Шам. Да, Симеха Шам. Сделаю. Сделаю. Я там положу дословно. Ну, то есть мы отсюда видим, что то, что мы видим, что то, что было сказано Аврааму, Аврааму, ну, если так можно сказать, это не случайное, что такое одноразовое. То есть эта тема повторяется. То есть это означает, что этот план, он, это план, который реально, как бы, должен быть осуществлен, потому что одно, а о нем говорят не единожды. То есть было сказано Аврааму, как центральное направление, а потом было сказано точно так же Якову. Окей, дальше. Это начинается, как бы, новая парада. Да, это новая парада получается. Эхай, Эхай, Юсиф, и нам марионеток. Марионеток, ну, марионетки, да. Значит, братья Юсифа, это не марионетки. Ну, да, почему? Потому что возникает, как бы, такая идея, что человек тут же читатель, прозорливый читатель говорит, если все запрограммировано, и все будет ключ к ка-ка. Сейчас об этом будет. Да, да, да. Значит, и здесь, как бы, получается, желательно подчеркнуть, получается, как-то так. Ну, Лесаек, Лесаек, ты знаешь, это очень важное слово. Есть Саягим. Что такое Саягим? Это что-то типа ограды. Но только небо оградо физическое, да, потому что артические догады. Поставьте границы у соградочек. Границы, да. Например, все заповеди Мидарабана, которые мудрецы постановили, они являются Саигом по отношению к заповедям Истора. То есть человек, например, не потушил свет или что-то такое, не сделал по отношению к огню, что является заповедью Истора. Во-первых, сказано, что нельзя вообще дотрагиваться до свеч и всего прочего. Вот это как бы Саиг. Ну, это как бы так дальше, понимаешь? Вот, поэтому здесь Саиг, Саиг. Значает, что надо оговориться. Да, вот, по-моему, слово оговориться здесь очень хорошо. А, вот так, вот так. Надо оговориться и подчеркнуть. А, вот так. Оговориться, по-моему, это хорошо мне пришло в голову. Да, оговориться. Оговориться, по-моему, Мегаме, да. Мегаме, ин мегаме, мегаме. Айлукит, амитгале, амитгала, 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 баровет, ашени, ашени, аши, аши, апотерет, это ахим, ахарайотам. 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 Ахарайотам, да. Ахарайотам, амусарит, аламекират юсеф. Да, правильно. Здесь надо подчеркнуть, что вот эта божественная, как бы, цель, она не, не, как сказать, что вот, которая скрывает, раскрывается в третий, втором и третьем этом слое, не освобождает братья Юсифа от моральной ответственности за продажу Юсифа. Сто процентов. Все правильно, да. Алам, ино, театрон, бубот, получается. Ну, общая фраза. А олам, мир, это не, как бы, не кукольный театр. Театр марионеток, да. Да, не кукольный театр, вы обрежете, ино марионеток. А люди не марионетки, а кшурот, быхут, быхут, аль махарей, а келаем. А люди это не марионетки, которые привязаны на ниточки за кулисами, Сто процентов. Ну, то есть, есть кукловод, в кавычках, да. Ну, а люди, как бы, получается, что братья, у них никакой ответственности нет, потому что, если заранее было предначерчено, что мы должны были спуститься. Ну, так они выплавляли божественный план. так и все. А он говорит, нет, это не так. Нельзя так, неправильно так понимать. Нельзя освобождать братья от моральной ответственности. Как соединить первое со вторым? Так, значит, нисахет адварим Несея, я думаю. Несея, а, нисахет адварим бэ вихерут арамбам Бэ иерут Бэ иерут Бэ иерут Бэ иерут Бэ иерут арамбам бэ алахото чува Бэ иерут чува, да. Как бы сформулирует вот это правильно эту вещь, эти дела в Ну, эту тему, в смысле, да, вот это, Рамбам Ну, как бы с ясностью, можно сказать Более ручшее слово Но в данном случае, как Баирут, это ясно В своих законах Шувы, законах раскаяния Баир, это естественное слово Слово, связанное с Метеорологией, когда говорится, что Айом Баир Это светлый день, в смысле, что он Не в смысле радостного, а в смысле, что Облаков нет, окей И то же самое говорится Баирут Он сказал совершенно ясно и очевидно Так, Рашют Лихоль Адам Нетуна Нетуна, нетуна, да Значит, как бы у каждого человека Есть право, дано У каждому человеку право Ну да, в копах, как говорится, право выбора Рашют делает что-то Да Так, имраце Имраца Просто Пааль, прошедшее время Имраца Ах, он хотел, но только, мне кажется, все-таки это настоящее время Ну ладно Нет, тогда был бы Ва Имруце Лейтут 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 Ацмо Лейдерих Тува Лей Легют Садик Правильно Аршут Баядо Ну да Вем Раца Лейтут Ацмо Лейдерих Ара Лейтут Реша Аршут Баядо Ну да, они все-таки симметричные эти построения Если он хочет пойти как бы по доброму пути, по хорошим путем И стать праведником, то у него есть право, дано право у него в руках Интересно то, что все-таки выбирает слово леотот Хотя, конечно, иврит тогда и иврит сегодня это другой Но тем не менее, в этом есть какой-то леотот В смысле, он хочет себя, знаете Ну да, нытия, это вообще склонность на склонность Когда там леавдер говорят, склонности сексуальные, все тоже все время говорят нытиот Миниот, например, да В данном случае леотот А вот то же самое в Торе говорится, леотот это динка, да Шовтим, который судят, им дали мзду взятку-то Они, значит, могут из-за этого повернуть суд, направить в сторону того, кто их как бы подкупает Ну вот леотот это всегда как бы свернуть Поэтому, ну здесь, наверное, имеется в виду, что человек идет по какой-то общей дороге Он может либо направо, либо налево Но вот направо это берет садик, да Он может свернуть, да Ну да На хороший путь и пусть стать праведником, то ему право дано Да, вот ршут, ршут, это тоже очень важное слово Потому что, с одной стороны, ршут, это право, да, правильно А с другой стороны, в современном виде тоже, например, ршует, это власти Например, ршует, иронеет, это муниципальные власти и так дальше Вообще, когда говорится ршует, делали так То есть, грубо говоря, это какие-то власти, либо местные власти, либо государственные власти Это называется, вот именно от этого слова Но здесь ршут, понятно, что у него он вправе это сделать То есть, он не марионетка Он может выбрать либо туда, либо сюда, окей? Так, и если он захочет склониться на дурной путь Склониться на дурной путь и стать грешником, то есть у него право Ну да, то есть, это стопроцентное выражение того, что мы понимаем под свободу выбора Человек свободен выбирать путь, по которому он идет Он не является марионеткой стопроцентно, окей Так, Аешейла Амитвакэшет Амитвакэшет, да, я думаю На требуемый вопрос Ну, на вопрос, который напрашивается Который, а, напрашивается Каицат, Нитэн Нитэн, нет, ну, может быть, нет, мне кажется, Нитэн Ну, да, по звуку, Нитэн Леяшев, правильно Леяшев, Атастера Да Аанага 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 Айлукит Левейн Абхэра Ахушит Да Леш, яшев Ки Аанага Айлукит Ахен Коват Коват, правильно Коват Быводаут Да А тоца А Асофит Да, это тоца Асофит, правильно Значит, чтобы ответить, а устранить противоречие, это означает соединить вместе, например, один говорит черное, другой говорит белое, но это означает сказать, что прийти к какому-то серому результату. Значит, как можно устранить препятствия между... Ну, устранить, но даже не устранить, а как бы соединить его, чтобы оно, в общем, как бы примирить те и другие стороны. Значит, между божественным предопределением и между свободой выбор. Ну да, если все предопределено, что останется человеком, а если человек с поводом все делает, а где же тогда ажгаха? Либо первое, либо второе, тем образом это можно как бы примирить, соединить в одно. Значит, можно ответить, что божественное предопределение только устанавливает... Ахэн это действительно. Действительно, Куват устанавливает Бывадаут определенностью. Тотцаа асофит, как бы конечный результат. Да, да. Аваль а меслолим. Маслолим. Маслолим это дорога. Одно из направлений дорога. Маслолим бедерых. Эль айют. Рабим башеню. Я, я, я. Я, 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 это мотара таргет. Я ад. Рабим башеню. Да. Вахра а вахра а байнеем. Талуя. 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 Бэвхира ахушит. Ну, вот это, вот это такой отбит. Вот так отбивается. Значит, однако пути, как бы, к достижению вот этой цели многообразны и, как бы, множественны и разнообразны. Ну, да. То есть, цель, она определена. В данном случае евреи сто процентов должны оказаться в Египте. Как они туда попадут, это зависит от объединения людей. По-видимому, могли попасть каким-то другим способом. А могли попасть ужасным способом, как, в смысле, через полчаса, ужасную историю с продажей Египта. Таким образом отбивается, что ответственность моральная на братьев, она остается. Но это не аннулирует то, что есть вот этот второй и третий слой. Мы это понимаем. Но ответственность у братьев морально, она, конечно, есть. Окей. Значит, охрана, ну, как бы, выбор, что ли, получается. Это где? А вот следующее. Шуним и в Ахра-А. Ахра-А бэйнеэм. А, Ахра-А, да-да-да. Ахра-А бэйнеэм. Талуя. Да. Бхират 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 хушит. Правильно. Выбор, выбор между ними зависит. Ахра-А это все-таки не выбор. Ахра-А это окончательное решение. Ну, хорошо, решение. Ну, да. Вот сейчас говорят, например, Израиль, воюйте с Хамасом. Правильно? И, как бы, ну, мы считаем, либо большая часть народа считает, либо израиль, что должна быть Ахра-А. Что значит Ахра-А? Должно быть окончательное решение. То есть, либо белое, либо черное. Либо победили, либо, не дай бог, не победили. Вот это называется Ахра-А. Ахра-А. Это слово такое капитальное, которое именно делает. Либо направо, либо налево. Значит, решение между ними зависит от свободного выбора. Да. Ах-Давка, а Леор-Зот, Темуим, Лех-Юра, Деврей, а, так, Деврей, а, так. Атанхумим. Атанхумим. Вот. Вот, значит, и в этом, как бы, именно, в этом свете этого. Давка Леор-Зот, ну, Давка, ну, именно из, как бы, в свете вот этого, как мы тут сказали. Именно в свете этого, Темуим, Лех-Юра, как бы, как бы странный, как бы странный. Ну, им это даже очень странно, это поразительно, я бы сказал. Утешение Иосифа для братьев, вот, слова, да, в свете так. Лех-Юра, это как будто, ты сказала правильно, да. Да, значит, как бы странные слова утешения Иосифа для братьев. Ну, да, а что, как бы, зачем тогда Иосиф утешает? То есть, если мы сейчас сказали, что, несмотря на наличие божественного плана, моральная ответственность братьев не с них не снимается. Иосиф это понимает. Зачем он тогда, он должен их убеждать и говорит, что поступили подло, нехорошо, и пятое-десятое. Зачем он снимает с них ответственность? Вот в этой фразе, которую он говорит. Так, ве-ата-ло-отем шлахтем поти-гина. Эна, эна, эна слега. Да, эна-ки-ай-локим. Правильно. Значит, и сейчас, и теперь не вы отправили меня, отправили, шлахтем, отправили меня. Не вы, не вы, да, не вы. Не вы, да, не вы. Отправили меня сюда, но Всевышний. Ну, то есть, как говорят, не вы меня сюда отправили, в смысле продали вся эта история. Ну, он это говорит, наверное, если я так думаю, с педагогических соображений, для того, чтобы у них вот путь шувы, как он это сделал, все это, они уже на пороге шувы. Он не хочет их пугать, потому что у них неравные положения. Мне так кажется. Ну, я не буду, не будем забегать вперед. Окей. Гэн, агзира, айлукит, ло, хаева. Хаева, да, хаева, правильно. Хаева, это махерато. Правильно. И, как бы, вот, значит, ведь... Хэн, в данном случае, это ведь. Ведь, да, ведь, как бы, приговор или предопределение Всевышнего. Да. Не обязательно... Да, не обязательно. Должно было быть связано с продажей. Не обязывало их продать его продаж. Да. В эйн, ба, дэ, лракель, аль пэшаэм шэль аэм. Правильно. Правильно. И, как бы, нет ли здесь облегчения греха? Нет, это утверждение. В эйн, ба, и нет в ней. Тут же не знак вопроса. Тут так вопрос. А в чем, кстати, в ней? Ба, это как что? Где это ба? Вот в этой махера, наверное. А, вот, сейчас скажу. Не, я думаю, гизра. Гизра, гизра. Гизра. И нет в ней, в смысле, в божественном предупреждении. Нет в ней облегчения греха. Да, она не эта геда. И то, что было предопределено, это не облегчает их преступление. Да, по-моему, правильно, мы правильно поняли. Так. А, правда, у нее стоит знак вопроса. Слегка. По-другому. Случается, нет... А, тогда я неправильно сказал. Нет ли в этом облегчения. Да, да, да. Тогда нет ли. Тогда, да, да, да. Тогда надо поставить, вот так, как ты сейчас сказал. Тогда, чтобы появился знак вопроса. Правильно. Это я не учел. Сто процентов. Это знак вопроса, да. Вот я и там. А не получается ли, что и так дальше, да? Ну, да, да. Так. Ахэн им нашуф лейтбунэн бы партэй, партэй. Пиртэй. Бы пиртэй. А лэла. Да. А с муха. Уха, правильно. А с муха негла ки от муна. Я думаю, негалэ. 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 Обнаружил. Негалэ. Этат муна муркават. 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 Муркават ютэр, а вы не шалэвит. Правильно. Мишалэвит ма асэй енош. Вы а взяким. Эвзаким. Эвзаким это флэши. Вспышки. А лукаим зам яха. Да. Значит, и если мы своим нашуф, когда мы нашуф лейтбунэн... На столовой войне по новой смотримся, либо повнимательнее. Снова, опять смотримся в детали сюжета запутанного слуха, запутанного. Негалэ откроется... Нет, мы обнаружим, я думаю. Мы обнаружим ки от муна муркават более сложную картину. Да, мы обнаружим картины еще более сложные. Мало того, что есть план с одной стороны, а с другой стороны, есть люди, которые каким-то образом, значит, по этим маслулинг туда отсчетят план. Но он говорит, на самом деле, это нельзя так просто разделить. А картина еще более сложная. А в чем еще она более сложная? Значит, Мишалэвит, получается, включает... Ну, включает, да, Шилуф, это вот комбинация, включает, правильно. Деяние человека и, как бы, вмешательство, получается... Ну, такое вспышечное... Божественное вмешательство, как бы, вместе. Ну, да, то есть мы не видим, что этот план... Вот он прямо стоит такой, плакат и написано, «Евреи спустятся в Египет». Это как бы было что-то такое сказано, но это не в том плане, что у них все время это глазами висит. Мы видим, что вот божественное вмешательство, оно вот такими вспышками проявляется. Теперь так объясняет канал Парад. Эвзеким, да, это вспышка. Да. Так, значит, Вэ Мир Никуда Зу, Авраам Кариф или Криф, не знаю. Авраам Кариф, да, я точно, я книжку выпускал в Эммане, ну, то есть не я, я только способствовал. Чудесная книжка называется «Шва Мудей Танат». Если захотите, по-моему, ссылку написать, я могу сказать, по-моему, ссылку написать. Бесифро, сифро, шват... А вот оно как раз и то есть, швата Мудей Танат. Не объясняет эту точку зрения Авраам Кариф в своей книге «Семь столпов Танаха». Да, это современное, ну, если можно сказать, он не комментатор в таком обычном понимании, как Раша, а он публицист, религиозный, литературовед и так дальше. Вот его очень интересная книжка «Семь столпов Танаха», где рассматриваются различные сюжеты из Танаха. Напомните мне в чате, по-моему, я видел, когда я выставлял, она стоит в русском переводе, и, по-моему, я ее выставлял. Очень интересная книжка. Интересно, если есть перевод. Да-да-да. Так. Ашгаха. Миштамэшат. Бэмасээм шэльбны адам. Да. Лакаванатэя. Каванатэя. Шэла. Что? Нет, шэла, ну, то есть, да-да. Каванатэя, правильно. Каванатэя. Мэтротэя. Мэтротэя. Мэтротэя, правильно. Ну, да, ну, это такой литературный стиль. Значит, Ашгаха, вот это вот, ну, как бы... То есть, божественное проведение. Божественное проведение, наблюдение, надзор. Так, Миштамэшат использует человеческий мэмасэм. Ну, деяния, как бы, дела, да. Деяния, дела сынов, сынов человеческих, как бы, по направлению к... Ну, я думаю, для своих направлений, для своих целей, как бы... Да, для своих целей. Да. И как бы по необходимости получает, при необходимости, и Мусифа прибавляет к ним, получается, завершающее звено или звенье. Заключительное. Правильно, звенья, хулия – это цепочка. Это вот хулия – это... Как это? Цепи есть, как эти? Ничьи, как они называются? Ну, так и есть, называется звенья, цепи. А звенья, да, вот правильно. Надо дополнительные звенья. Хулиет, кстати, в позвоночнике человек. Вот здесь амудо-шедра, а позвонки называются хулиет. Так вот, она его добавляет. Ну, да, вот это, как бы, такой подход. Окей. Да. Бапарашат Юсефа Ахив. Так. Морувот Ахулиет. Морувот, я думаю, да. Морувот Ахулиет. Шельшней Асугим Кейхат. И в главе Иосифа, а Иосиф и его братьев, ну, как бы, множество... Многочисленные, я бы сказал. Многочисленные вот эти звенья, шельшней, двух этих видов. Двух видов, правильно. Вот этих вот, где человеческие и божественных, как вместе, как одно. Кейхат, как единое. Ну, да, и те, и другие, как, да, да, правильно. Значит, кутонет пасим, массе, а махера... Ну, дальше он их перечисляет. Сейчас. Итнагут. Итнагут, да, когда много... Да, русскоязычное, ухо, язык, трудно произвести слово. Когда их много, так это вообще. Итнагут эшет путифарве от эмма-сэм шельбнэ-адам. Значит, вот это вот кутонет пасим, ну, вот эта рубашка, которую Яков сделал для Иосифа. Да, да, да. Массе, значит, вот это все, что связано с продажей. Продажей Иосифа, поведение жены путифара и тому подобное, видимо, это... Ну, да, это все вот эти сюжетные звенья, да. Человека. Да. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Против... Вот. Вот это вот шельбнэ-адам. Массеем шельбнэ-адам. Да, шельбнэ-адам. Да, правильно. Леуматэм, и впротивположность им. Леуматэм, да. Леуматэм, правильно. Халамот Юсеф, вы халамот старый паро, вы паро ацмо, шнотрав, с раим вы от, маасим, шыбы ядыша маем. У нас есть цепочка, а сны Сны Йосифа и сны средворцев фараона и самого фараона. И годы голода в Египте и тому подобное, это деяния, которые от Руки Небес. И все они соединяются вместе в единую большую цепочку. Да, то есть у нас есть цепочка, которая состоит из этих хулиот. Одни хулиот – это человеческие деяния перечисленные, а другие хулиот – это деяния, если так можно сказать, провидения. Вот все вместе они создают такую сложную картину. Окей, замечательно. Значит, в свете вот этих всех вещей мы понимаем поступки слова или поступки Йосифа. И слова Йосифа. Ну, в данном случае слова, наверное, то, что он скажет. Слова, да, забрать. Йосифа мадгиш, ки ахулиот, а элукиют. Элукиют, да. Машлемут. 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 Этмаасэй аахим. Да. Это было, сейчас кончается дьепричастное, дьепричастное, а мышлемут от Маасэй аахим, это было дьепричастное предложение. А теперь дальше. Меламдот. Меламдот. Кулиют Меламдот. Да. Меламдот. Кирибон ауламим. Да. Да. Ахар давка, бемес маслур, 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 маслур зе, ле, акшамат, акшамат, так не то. Сто процентов, да. Так, Йосиф подчеркивает, что вот эти все звенья, как божественные звенья. Божественные, да. Машлемут, как бы окончательные. Мод, это они завершающие. 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 Заканчивающие. Дополняют, завершают, да. Дополняют, вот так. Дополняют действия братьев. Да. Дополняют действия братьев Меламдот. Ну и которые как бы учат нас. И учат, и учат, да. Что... Владыка мира, скажу так. Владыка мира, да, избрал прямо, непосредственно, специально. Именно этот маслур. Именно этот путь, чтобы исполнить, воплотить свой план. Да, его в смысле божественное, да. Ин быках, умнам, гдэй, лэ шахрэр, лэ шахрэр, эт аахим, мэ ахрэйотэм. Ах, еш быках, лэш быках, лэглод, лэглод. Гдэй лэглод. Лэглод. Киратца элэ ким, эт тоцаот масээм. Да. Значит так. Сейчас. Нет. Эн быках, хамнам, гдэй, лэ шахрэр, эт аахим, мэ ахрэлтэм. Нет, здесь, здесь, не, 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 как бы нет. Эн быках, но в этом, в этом. В этом, в этом. Потому что есть худеевые ответственности. Реально, в этом нет освобождения братьев от ответственности. Правильно, от их ответственности. Ответственности. Но есть, как бы, гдэй, лэглод, ну, чтобы, ну, чтобы. Ну, в них присутствует вот. Присоцить желание Всевышнего, как это, цуцавод масэм, как это, вывести масэм. Гдэй, лэглод, киратца элэгим, что Бог или Всевышний, он хотел определенных результатов. А, получить результат, вот так вот, получить результат в лэфихах, бэ, мифхан. Мифхан, а то ца, это какое стандартное выражение. А то ца, миткаем, кэн, айкарон, шэнисхо, казарь, сформулируй. Мифхан, лэфихах, и поэтому, поэтому бы мифхан в этом экзамене. Мифхан, то ца, это стандартное выражение, мифхан, то ца, это означает в итоге, в резюме. А, ну, как заключительным результатом, ниткаем, а в итоге, я думаю, в итоге, ниткаем. Оскуществляется здесь вот этот вот экарон принцип, который сформулировали хазаль. Да, конечно, какой экарон сформулировали хазаль. Так, а сейчас скажу, мегалгалин, получается. Мегалгалин, схуд. Схуд, альеды, закай. Ну, это такое короткое выражение, на самом деле, там глубокий смысл. О том, что... Мегалгалин, получается, какой-то переворот. Да, но здесь это, я немножко бился над этим, но это, в общем, насколько я понимаю, общая идея там, в русском переводе, я правильно написал, мегалгалин, схуд, альеды, закай. Это в том смысле, что тому, кто, как бы, прав, закай, ему дают возможность осуществить хорошее дело. То есть, если человек, человек, он, как бы, хорошего... Какие-то правильные перемены должны осуществляться с помощью достойного человека. То есть, если человек хороший, то ему удается выполнить хорошее дело. По-моему, вот смысл такой. Мегалгалин, схуд, альеды, закай. Человек хороший, удается сделать. Чистое, чистое дело через достойные руки. Ну, да, то есть, человеку, который хороший и, как бы, закай, да, то ему удается выполнить хорошие вещи. То есть, если человек был не закай, то ему не удалось выполнить. А хорошему, да, удалось спасти кого-то или, там, сделать какое-то доброе дело. И если человек так, то вот ему Всевышний помогает сделать доброе дело. По-моему, вот смысл такой. Так, вы эй ле-ахим ле-ясер. Ле-ясер, ну как бы ле-ясер, а сурим мучится. Мучится ле-ацман. Кольках альма шейтгалгель ле-тува бе-су-хо шель-давар. Да. Значит, и для, как бы, ну, здесь по-кариму он, как бы, утешает братьев, он им говорит. Не просто, это не просто мучение сами по себе, но это, как бы, перейти. Ле-ясер, это ацмам, это просто, как бы, я не знаю, кручение, русское слово. Ле-ясер, в смысле, доставлять себе самим мучение, то есть мучить себя. Чтобы они себя не мучили. Чтобы они себя не мучились, понимаешь, чтобы они не мучили от мысли, все, жизни дальше нет. Потому что он говорит, вы поступили, конечно, нехорошо, но так произошло, что это все было, как бы, свыше. И мне удалось сделать вот такое дело. Ну, как бы, вот так он это разыгрывал, да. Так, значит. Альма шейтгалгель ле-тува бе-су-хо шель-давар. Мы не должны себя укорять сильно за то, что, в конце концов, получилось к добру или хорошо. А что? Что в конечном итоге хорошо закончилось. Ну, да, то есть, кончилось-то все дело хорошо, поэтому, ну, уж не надо так совсем с ума сходить. Правильно, там, самоубийство, не надо жизнь кончать. Правильно, и говоришь нам смертная кальция за то, что мы сделали. Почему? Потому что, ну, кончилось-то все это дело хорошо. Окей. Так, я думаю, может быть, здесь остановимся. Давай, да, у нас все... Да, ну, ты молодец. Да, ты молодец, замечательно читал. Вообще, потрясающая история. Я думаю, что те, кто будут в записи, кроме конкретно иврита, которые мы разбирали, тут было очень-очень много интересных слов. Кроме того, смысл потрясающий, и вообще имеет смысл это, как следует понять, и все. Напомни мне про ссылку про Карива, если она действительно... Я помню правильно, я пришлю в место, где выставлена эта замечательная книжка совершенно. Окей? Все, спасибо. Хорошо, на этом кончаем. Все, шавуату, суроту, вот, счастливо, пока. Пока.